В эфире губернии 33, выпуск новостей. В студии Виктор Тихонов. Здравствуйте! О главных событиях четверга, 3 сентября, расскажу вам я и мои коллеги. Сегодня в России день солидарности в борьбе с терроризмом. Скорбная дата в календаре появилась после трагедии в Беслане, в Северной Осетии. 16 лет назад террористы взяли в заложники более тысячи учащихся и педагогов в школе номер один. В памятный день губернатор Владимир Сипягин обратился к жителям региона. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы лишить террористов даже надежды на поддержку в обществе. Не дать им шанс повторить трагические события в Буденновске, Норд-Осте, взрывы на улице Гурьянова, на Каширском шоссе, в московском метро. Уважаемые жители, от каждого из нас зависит спокойствие в наших городах и селах, жизнь и безопасность земляков, родных наших детей и внуков. Главное наше оружие – бдительность, сплоченность, неравнодушие. Сегодня в 5 часов вечера во Владимире у храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, который расположен рядом со вторым корпусом в ЛГУ, пройдет памятная акция. В самом храме настоятель проведет панихиду по всем жертвам террористов. В этом году университет организует онлайн-трансляцию мероприятия. И к другим новостям. Родители, которые не получили федеральные выплаты на детей, должны подать заявление до 1 октября. На детей в возрасте до 3 лет предусмотрены выплаты в размере 5000 рублей за апрель, май и июнь. За июль – 10 тысяч. На несовершеннолетних в возрасте до 16 лет родители имеют право получить сразу две выплаты по 10 тысяч рублей каждая. Родители смогут получить финансовую помощь от государства только после того, как подадут заявление на выплаты. Хочется напомнить родителям, имеющих детей указанных возрастов, о том, что обращение носит заявительный характер. Сами мы эту выплату осуществить не можем, но поскольку данная мера является именно мерой поддержки семей в условиях пандемии, хотелось бы, чтобы все-таки эта адресная помощь дошла до каждой семьи нашей Владимирской области. На сегодняшний день выплаты получили 98% семей региона. Не оформили финансовую помощь родители 3800 детей. В ближайшие месяцы они должны подать заявление. Сделать это можно в том числе онлайн. Заявление можно подать через портал государственных услуг, если у родителей имеется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, либо в МФЦ, либо у нас в любых клиентских службах всех территориальных органов нашей Владимирской области. Поэтому здесь очень важно, что обратиться может один из родителей и предоставить обязательно реквизиты своего счета. Продолжаем выпуск. Еще 31 случай заболевания COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировали во Владимирской области. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 6405 человек. Новые случаи заражения выявлены в 9 муниципалитетах. Наибольший прирост в Гудь-Крустальном районе, где 7 заболевших. 6 новых случаев во Владимире, 5 в Коваровском районе, по 3 в Визняковском, Кольчугинском и Суздальском. 2 в Александровском районе и по 1 в Юрьевпольском и Гороховецком. За последние сутки в регионе от коронавируса выздоровели 17 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано. Больше 70 многодетных семей в Лакинске ждут газификации. Людям выделили участки, они построили дома, но въехать в них не могут. Только по решению суда местная администрация сделала им дорогу. Теперь в дома нужно провести газ, но чиновники снова не торопятся. Все подробности у Бориса Пучкова. Да, очень хочется жить в таком большом, красивом доме. Но пока мы сюда приезжаем только в гости. К сожалению, как на даче. Этот двухэтажный дом Любовь и Юрий построили несколько лет назад, но въехать до сих пор не могут. Участок, на котором он возведен, супруги получили бесплатно, как многодетная семья. Любовь и Юрий воспитывают пятерых детей, младшему четыре года. Столько же лет семья борется за свои права. Десять соток земли, которые выделили для строительства, изначально не имели никаких коммуникаций. А дорога появилась только спустя два года после того, как многодетная мама обратилась в прокуратуру и выиграла суд. Были только поле голые, колышки и столбы с электричеством стояли. Все, больше ничего не было. И вот с 15-го года мы начали ходить в администрацию Лакинска, Собинского района, департамент ЖКХ Владимир, чтобы нам сделали газ и дорогу. И прокуратура в суде обязала администрацию города Лакинска сделать нам дорогу на участке. И в 17-м году у нас появилась дорога. С тех пор началась долгая и упорная битва за газ. Подвезти его к улице администрация Лакинска обещает уже три года. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, в ситуацию вмешался председатель регионального отделения Российского детского фонда. Этой семье она помогла оформить заявление в прокуратуру, чтобы ведомство взяло на контроль ситуацию с подведением ветки газопровода. Это ошибка многих муниципальных органов. Если вы выдаете земельные участки, вы предусмотрите хотя бы в течение двух лет, чтобы инженерная вот эта инфраструктура и транспортная была на этих участках. Иначе нам приходится это добиваться через представление прокурора. Больше 70 многодетных семей в Лакинске до сих пор с нетерпением ждут газификации. Вопрос неожиданно забуксовал на стадии экспертизы проекта, стоимость которого почти 3 миллиона рублей. Сейчас проводится корректировка смертной документации. 14 августа заключен договор с владением граждан проекта. В середине сентября они сделают корректировку смертной документации. И проект будет направлен на экспертизу. К концу года мы надеемся его передать в район для дальнейших выполнений работы. По словам представителя администрации, поправки пришлось внести из-за того, что в проекте не хватало экологической экспертизы. Если на этот раз документ будет одобрен, то работы по подведению газопровода могут начаться уже в следующем году. Но многодетные семьи в такие обещания уже давно не верят. Добиваться газификации они намерены через прокуратуру и суд. Борис Пучков и Дмитрий Шаталов. Губерния, 33. Киржачи открыли полностью обновленную площадь труда. Объект благоустроили всего за 4 месяца в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Все работы обошлись в 13 миллионов рублей. Работы выполнены в соответствии с дизайн-проектом, с проектно-сметной документацией. Это асфальтирование, скамейки, урны, фонари уличного освещения с подсветкой, красивая детская площадка. За территорией площади организована бесплатная парковка. Отремонтирован памятник работникам завода «Автосвет». При этом администрация обратилась к жителям города с просьбой относиться к благоустроенной площади аккуратнее, иначе часть объектов придется убрать. В частности, современную детскую площадку. Она рассчитана на малышей до 7 лет, но ее уже облюбовали подростки. Качели, гамак, как они называются, канатное гнездо, не свыше 70 килограмм. Запрещается раскачивать, ссовать ногами, раскачивать. Как это мы видим по камерам, видеонаблюдения, которые находятся с обеих сторон, которые увеличивают. Мы видим лица тех детей, это уже совершенно взрослые дети, которые могут себе позволить так небережно относиться. Жители микрорайона «Доброе» во Владимире не дают уснуть. Подростки шумят прямо под окнами многоквартирных домов. На полуразрушенной спортивной площадке собирается молодежь со всего района. Игры с мячом и крики продолжаются почти до рассвета. Подробнее расскажет мой коллега Григорий Кошкин. Спортплощадка находится на территории 40-й школы. В дневное время здесь проходят уроки физкультуры. Школьники играют в мини-футбол и баскетбол. Игры и крики на площадке не прекращаются даже ночью. С наступлением темноты, хоть эта территория и закрыта забором, сюда стекаются подростки со всего района. Теперь перед жильцами соседних домов мучительный выбор. Лишиться здорового сна из-за шума или наглухо закрыть окна на всю ночь. Это шум. Либо они играют в мяч, то есть постоянно стучат о стенах, либо они просто там кричат, дебоширят, то есть там песни поют и всякое такое. Потому что многие садятся, там скамейки есть, на скамейках магнитофоны включают, оревы, крики. Мне кажется, это самое иногда с употреблением спиртных напитков, там все это делается. Но спорт для некоторых жителей микрорайона неотъемлемая часть жизни. И пока еще не реконструирован парк Добросельский, молодым людям приходится выбирать себе места для занятий из тех, что доступны. То есть до 11 имеем право шуметь, а дальше расход пускай выключает свет и так далее. То есть люди тоже, грубо говоря, лето для чего придумали? Чтобы люди отдыхали, веселились и занимались спортом. А если запрещать до 11 шуметь, как вообще жить-то дальше? Молодые люди приходят сюда ночью, потому что здесь горит свет. Руководство школы отключить свет не может. Фонари являются частью городской осветительной энергосети. То есть здесь фактически всю ночь свет горит, здесь светло. Поэтому и в 22, и в 23, и в 24 часа здесь молодежь находится, играет, ну, доставляя неудобства жителям. Я им рекомендовал все-таки обращаться в полицию, но, к сожалению, полиция так и не смогла здесь принять каких-то мер. Но шум не единственная проблема. Сама площадка стала представлять опасность. Резиновое покрытие сильно изношено, и травму можно получить, споткнувшись о рваные края образовавшихся дыр. Чтобы заменить 800 квадратных метров на стила, нужно около 2 миллионов рублей. Но школа такие деньги потратить не может. Спортивную площадку построила здесь крупная компания больше 10 лет назад. На баланс учебному заведению коробку так и не передали. В городской администрации проблему признают и обещают исправить ситуацию. Значит, что мы сейчас предпринимаем? Значит, ведется работа, будет ведетесь работа по передаче этого объекта на баланс, видимо, школы. Может быть, то, чтобы переключить систему включения освещения, значит, на территорию школы, ну, скажем, там, в помещение бассейна. Но конкретных строков в администрации не называют. Пока помочь жителям в решении проблемы могут только правоохранительные органы. В регионе действует закон о тишине, по которому шуметь нельзя после 10 вечера. Григорий Кошкин и Олег Маньков. Губерния, 33. В очередной профилактический рейд сегодня отправились специалисты Владимирского лесничества вместе с сотрудниками МЧС. Они проверили леса в окрестностях областного центра и рассказали жителям о правилах обращения с огнем. Причина пожаров в большинстве случаев, 99% случаев, является неосторожное обращение с огнем. То есть человеческий фактор. Соответственно, необходимо проводить профилактическую работу с лицами, которые в настоящее время посещают леса. Это, прежде всего, грибники, ягодники, люди, отдыхающие в лесах. Специалисты проверили, наместили установленные ими информационные аншлаги и шлагбаумы. С их помощью жители региона могут узнать, что запрещено делать в лесу и какие штрафы предусмотрены для нарушителей. С начала пожароопасного периода во Владимирской области сотрудники МЧС потушили 56 лесных и торфяных пожаров. В связи с тем, что сейчас действует пожароопасный период на территории Владимирской области, сейчас нельзя разводить костры в лесах, сжигать порученные остатки на лесосеках, местах рубок, бросать горящие спички, окурки, сжигать бытовой мусор, тем более. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации ищите на сайте trc33.ru и в наших социальных сетях. И не пропустите вечерний итоговый выпуск новостей в 19.00. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.